ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Земляки-сабиряки, земляки-сибиряки Встречки-барнауки, вечной балогурки От степей раздольных, от снопов тяжелых Годом расстояния, судьбам вопреки Все мы, россияне, все мы, земляки Все мы, россияне, все мы, земляки Земляки-сабиряки, земляки-сибиряки С берегов Катуми, вечной Говоруни С городов высоких, с хутором далеких Годом расстояния, судьбам вопреки Все мы, россияне, все мы, земляки Все мы, россияне, все мы, земляки Добрый вечер, дорогие друзья, и рад вас приветствовать Очень приятно, что нас сегодня так много И я сразу начну с классики по просьбе Действительно, подавляющее большинство Едомышленников От земляков Спасибо Пацаны рассказывали уже, наверное, что я буду Ну, короче, шел из бани, да и все Чего там рассказать Как обычно, как в прошлом году, два раза так же шел На будущий год, наверное, опять пойду, не знаю Как настроение было? Ну и, короче, иду, короче, так, короче, иду Настроение было такое нормальное, ништяк Солнце светит, это, башка сохнет Не знаю, она у меня постоянно сама сохнет Я не вытираю никогда Чего каждый раз вытирать? У отца тоже сохнет, а я че, лысушки? Полотенце повесил на шею, где голова, да и все Иду спокойно отдыхаю, так, еще птицы классно пели Кстати, я еще с птицами тоже попел Маленечко так Вот так попел, такой Ну и все, а потом, как сказать Слова забыл, перестал петь И молча иду, так спокойно отдыхаю Никого не трогаю А у меня привычка, что ли, дурацкая Я постоянно после бани никого не трогаю Не знаю, отец тоже у меня никого не трогает Ну мы с ним, кстати, на разных концах деревни сейчас живем Он на том конце никого не трогает, а я на этом И все, поэтому, как суббота, мы с ним попол деревню не трогаем До обеда Ну а после обеда трогать некого, Господи Вся деревня спать ложится Конечно, мы с отцом гулять идем Но в этот раз мы не собирались, ничего Я спокойно ушел и, как сказать Морда красная Интересно, она у меня постоянно красная После бани, блин Главное, у отца не красная Ну и на себя, посмотрю, знаешь, весь не красный А морда красная, блин Не знаю, ну издалека, видать, когда из бани иду Издалека Бабы наши, кстати, другой раз, знаешь Видели, что у меня морда красная Значит, суббота, все Поэтому я спокойно иду, так Отдыхаю, сам тоже сохну постепенно вместе с башкой И вдруг, знаешь, так Ну, слышу, сзади шаги Ну, по земле слыхать же, знаешь, так Ну, поворачиваю, смотрю, ко мне какой-то парень бежит Там с ревянным веслом в руках Радостный такой Я что, смотрю, ненашенский парень Думаю, может, что спросить Не, а это самое, ничего не спрашивал Не спрощайся, прям с разбегу Знаешь, как по плечу, а как даст Ну, веслом-то сюда прям как все И у меня как хрусть И все на свете здесь сразу сломалось Это веслом А он стоит еще, смотрит на меня Я говорю Ну, я говорю Че делаешь-то? Больно же Иди отсюда Он ушел сразу, знаешь, так быстро бегом А я стою, думаю Ни хрена себе припарка после вани А потом думаю Ну, че, может, ошибся парень, правильно? Может, не меня искал Пускай, думаю, живет черт сын Мне тем более некогда Я пошел спокойно, в принципе Буквально прошел опять, слышу Дун-дун-дун-дун Поворачиваюсь Тот же самый парень Со вторым уже веслом Я не знаю, как он быстро обернулся Может, ему кто принес Только сразу думаю Ничего же спрашивать не будет Правильно? Думаю, надо эту сторону-то убрать Чтобы не второй раз Ну, я так резко, главное так Ну, убрал А вон, гад, по неубратой стороне Как даст Больно, ёпарас это Конечно, у меня вторая рука отсохла Даже их поднять не могу Чтобы показать Потому что он дурак-то Я говорю, ну че, честное слово Это в натуре, как тебя, козел Говорю, че делаешь-то? Второе весло уже сломал Чем теперь грибшти-то будешь? Отсюда-ба Иди давай сама Он ушел опять Я стою у меня Вообще все настроение упало Птицы не пели, можно сказать Ну че, два раза чирикнет и все Прям птица-то, господи Воробей птиц нашлась тоже Ну че, я стою у меня Надо скорее думать Домой идти хоть какие-нибудь компрессоры На плечи поставить Чтобы рассосалось-то Я пошел опять спокойно Без задней мысли С передней мысли уйду Слышу опять сзади Дун-дун-дун-дун Поворачиваюсь Та же самая картина Конечно Весло только у его Нашего, как сказать Ну многоразовое Дюралевое Ну она же не ломается Только гнется Я еще сразу говорю Ты че, говорю, совсем наглость потерял А сам стою, думаю Хорошо, что я попался Другого бы убили давно И все, думаю Ну вдруг по голове Правильно, ее же надо убрать Я же без нее вообще работать не могу Я же на ней мешки таскаю И я так резко, знаешь Так Убрал А вон гад Прям по полотенцу Как да А под ним же шея И все Она же не ломается же Дюралевая Но погнулась Весло, знаешь Так в одну сторону А шею в другую И у меня с ней привычки В глазах, знаешь Темно Так, главное Ни черта не вижу Так даже пальцами открываю Глаза бесполезные Еще вокруг Так В потемках рукой Пошарил Пошарил его Где-то нету пацана Не знаю Ушел, наверное А потом прояснение Когда началось Я вообще смотрю Буквально Возле тропинки Береза растет Ну Сказать-то Господи В смысле Росла Я ее что-то Отломил Возле корня Не знаю Привычка дурацкая Никогда посередке Не ломается Все время У корня У корня Ну я взял Нервы же Не дюралевые Правильно Я за тонкий конец Взялся Толстым Неудобно Говорить Господи Ну Так Два Раза Первый И последний Ну и все Господи Что расскажет Загнал всех В реку Да и все Как обычно Как в прошлом году Два раза Так же загонял На будущий год Наверное опять Погоню Не знаю Как настроение будет У их В этот раз Нашинских пацанов Тоже кстати Штук шесть Попалось Под горячую Березку Из реки Вынырнули И давай у меня Сразу интересоваться Говорю Что своих в реку Загнал Тоже какие-то Странные Правильно Когда бы их там Сортировал-то Мне же на работу Ну и тут Конечно Набежали С повязками Господи Дружки В милицию Пойдем Пойдем Мне все равно По дороге Живут Ладно Я пойду Короче Мне с отцом Надо еще до утра Маленько Сено Подкосить Вы приезжайте Лучше нам Просто так отдыхать У нас природа Классная Мужики в принципе Спокойные Приезжайте Пока я в Робхопе Работаю Что-нибудь возьмем Мы к тебе пришли Мишаня Любили Любили Мы к тебе Пол-литра Взяли Да по дороге Выпей Ах В бане В бане В бане Ты был бы Нам придешь Пойди В нее Мишаня Ты с нами Не лиснешь Но мы Поклонить Шайка И с нами Всюду Жарко Мы все Без Собода Бери Расъезд Не хочешь Мы все Без Расъезд Бери Расъезд Не хочешь Помни же я с тобой в одном селе жила Передражнивал ты жителей села И за энди, и за породи, и потом Получал ты то оглоблей, то веслом Нам всегда тебя услышать не терпешь Да чего же ты в рассказах складно врешь Помни, Миша, что тебя как и ждала Уж две бочки самогонки нагнала Я продолжаю простые движения Я продолжаю свои поздравления Этот букет для тебя и для бани Этот букет никуда не завянет Я продолжаю простые движения Надо обмыть нам всем твой день рождения Миша, тебе этот тост посвящаю И всех гостей твоих Я угощаю Я угощаю Простые движения Я угощаю Простые движения Я угощаю Простые движения Я поздравляю Тебя днем рождения Как вам, Миша, повезло Счастье к вам само пришло Ваше счастье перед вами Вам сегодня сорок пять И вы ярко опять Молодой человек Пригласите танцевать Пригласите, пригласите, пригласите Бородой своей меня поштикачите Лет сто двадцать с плеч долой Вы последний мой герой Только помните одно Я ведь слабое звено Ты прости нам, Миша, этот карнавал Мы понять хотели, кто твой идеал Спорили, гадали и сошлись в одном Это девушка с веслом Секс-бом, секс-бом Наша секс-бом Ты и с ней оскорожнее Смотри, а она с веслом Секс-бом, секс-бом Наша секс-бом С морной красною притом Добрый вечер, дорогие мои! Миша, привет! От всего аншлага мы поздравляем тебя с днем рождения Желаем, чтобы на каждом твоем концерте были вот такие перья аншлаги Ну, в крайнем случае аншлаги Желаем здоровья, удачи и актерского везения Это тебе Это желаю тебе весь аншлаг И, конечно же, Геннадий Ветров Николай Лукинский Сергей Троботенко Заветную бутылочку достал из гардероба я Ну, как не выпить стопочку в такой чудесный день Мы чокнемся за родину, за красную смородину Закину до болотину окрестных деревей Отправлю мне по пробочку Налью вторую стопочку И на тальянке кнопочку я нужную найду Эх, белая футболочка, да золотая челочка Со мной моя девчоночка в сиреневом саду А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало Что было, не забудется Что будет, то избудется Так отчего мне чудится Что ж нам не быть вдвоем А ты как солнце светишься Все крутишься, доверяйся Того гляди и женишься Гори любовь огнем Ах, белый дом с воротами Да с темными пролетами Рубашку с отворотами Я на груди порву Бокзалы полустанки Девчоночки беляночки Да хриплый стон тальяночки Во сне и наяву А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало А ты меня ждала А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало А ты меня ждала В печали прочь гнала На улицу глядела Смотрела в зеркало На улицу глядела Смотрела в зеркало На улицу глядела Смотрела в зеркало Смотрела в зеркало Ну, за Родину А нет более высокого и большого счастья для артиста Когда быть востребованным и нужным Миша, я тебе желаю Еще долгие-долгие годы Быть нужным и востребованным Ну, за Евдокимова Вы пришли на концерт А мы сейчас вам Чего? А, МХАТ такой устроим Ну, Миша будет играть Я-то буду просто с выражением читать Вспомним юность Да, значит, чего? Это вот, когда мы плотно творили с ним Деревенские все эти рассказы То, значит, вспоминали, естественно, каждую свою родню И как-то за эту тему зацепились И появилась сцена Значит, диалог мужа с женой Он с бородой, он будет мужей играть Правильно? А я, значит, у меня бороды нет, только лысина И все Вот, а 40 лет они примерно жили, супруги Лысина-то у нее могла появиться в такой жизни А борода-то уж никак, правда? Ну, и вообще, у нас женщины красивые Может быть, поэтому еще Называется родня Зоик, Иван-то Никифорович умер Господи, царствие небесное, когда же? Так я не знаю Я тебя спрашиваю Вспомнил тут, давно что-то Иван Никифорович не видать Помер он, что ли? Погоди, погоди, какой Иван Никифорович? Здорово живешь Совсем, что ли, плохая стала Петьки нашего, Шурин Какого Петьки нашего? Ну, брат твой, Петька Че ты мелешь? Ванька у меня брат Сережа и Саша Да, троюродный Троюродный из Протасовки Сын тети Галин А-а-а Ворона-кума Женька Женька? О, а я Петька Женька, ну да, конечно И всем человеку теть Галин Всех не упомнишь? Женька точно, ага А у него кто, Шурин? Ну, у него нет, Шурин Он не женатый еще Да какой Иван Никифорович-то? С Чуйского тракта Печеник он, что ли? Кто у нас с Чуйского? Никум ли Лешкин? Который Лешка? Теть Дуни Лешка Который теть Дуня? Стрелочница Рельс-то у нас откуда? Картошку нам все Помогал сажать А Лешка, сын ей родной На спасательной станции работал Так он утонул же Когда? В том годе Кум утонул Лешка сам Лешка, я знаю Я думал, ты про кума А тетке Просковье, Лешка У него кто кум? Тетке Просковье Бабмашиной? Да Твоей Бабмаши или моей? Твоей Моей Бабмаше Просковье В Хабаровске за прапорщиком Сапоги у нас с портянками откуда? У них двое ребят Танечки в третьем классе И Вовик в шестом Никакого Лешки нету Несешь, сама не знаешь, что Вовик в шестом Он уж армию отслужил Сиди армию Это тетя Катя сын отслужил Владик А тот Вовик? А тот Вовик Уж он женился на Лидии Дядь Сережный В шестом классе? Я про Владика Лиду взял он, дядю Сережну Который сват нашей Зинни Их-то дети поженились весной Забыл на свадьбе гуляли Павлик и Вика В универмаге она торгует Горшками А Лида вторая дочь Малярша она Краска-то у нас откуда? Они с Владиком тоже друг к другу Как-то приходится У нас всех один Пра-пра-прадед Ну Умер он что ли? Давно уж лет сто Как сто? Пять лет назад Выпивались им Вот здесь же Про кого ты спрашиваешь? Про деда нашего общего? Печку нам кто клал? Степан Иванович Который развалилась печка? Нет, который развалился Я сам клал А потом-то Да рыжий такой он С головы до коленок Пошли на пятках У его конопушки Ваша родняка А у вас все косопузые При чем здесь? При том Только пожрать Да выпить на чужой счет Ну-у-у Понесла я Вся родня такая Убьют за стакан И жрут, и жрут Пока слюня не запутается Куда тебе понесло-то? Ты про что говоришь-то? При Ивана Никифоровича О! О! Вспомнил! Ну как же, конечно Нет, не вспомнил А зеленкий ведро У нас пятый год стоит Откуда оно? Оле подарил Дяде Витина Медсестра Которая задницей вертится Это Оля Буфетчица Вилки-то с ложками У нас откуда? У ей кто муж? Виктор Ну Виктору же я помогал Погреб-то копать Когда он ногу сломал Это Сергей Брат-муж Невестки Дядь Мишинова Он нам помогал копать Когда у тебя рука отнялась А Виктор нам Крышу стелить помогал Несчастье Тогда тоже случилось Сорвался он со стропил Самогон весь разлил А печку кто же клал? С Чуйского Трахта-то Кто у нас? Никто вроде Ну как никто? Рассказывай Ванька Тетя Ленин Шурин Женьки Из Маснева А Женька через Верку Жену свою Славке доводится Кем-то вон же Вон Славке доводится Доводится А Славка сам С Чуйского Во! Вот я и все испомнил Наконец-то Твою мать Прости господи Спотел аж К какому Славке? К Кудимовскому Почтарю Ваша родня-то Рыжий Почтарь Ваша родня-ка Сапузой Еще что Не ты Я бы его давно Отвадил Одна рожа наглая Что стоит Ну да Что ну да Наглая рожа Я так и думал Что из ваших Нам он С какого боку А что же брат его Гостил у нас Неделю целую Лет семь назад Это ж брат его был Славкин Почем я знаю Ты принимал Так я думал Ваша родня Еще чего Кого же мы принимали тогда? Вот он наверное Есть Иван Никифорович Ну будет тебе вот Что же я Иван Никифорович Не помню что ли Ну кто он Иван Никифорович твой? Кто? Да Кто он? Кто? Все Иди Пристал Так Иван Никифорович И все Родня Чья-то Небось уж Помер Давно Анатолий Трушки Михаил Евразимов Плошной Алтайский край Сегодня Торжествует И празднует День рождения Мишеньки И было бы неправильно Потому что Край такой Певучий Плесучий Это понятно Мы сейчас уже Кое-что сделаем А вот какой он Певучий От души Сейчас споем Да, Миша, споем? Сейчас споем Ну что, то и споем Сейчас что Фетят утки Фетят утки И два гуся Кого люблю Кого люблю Не дождусь Когою люблю Когою люблю Не дождусь А я выйду А я выйду А я выйду А я выйду Тебя в трену А я выйду Тебя в трену А я выйду Как на милку 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 Я спокойна, я спокойна Спать ложутся Летят утки Летят утки АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень приятно находиться здесь вот рядом с моим старшим коллегой, которую я хочу искренне и сердечно поздравить вот этим подсолнушно-васильковым букетом. С днем рождения, я не хочу сказать с юбилеем, это как бы такое тяжелое слово, вот, тем более, что я желаю ему долгих-долгих лет жизни, побольше таких юбилеев и спасибо вам, Михаил Сергеевич, что вы есть на нашей эстраде, потому что вот с такой любовью и юмором показывать наш дорогой русский народ только можете вы. Дай бог вам здоровья. Я хочу предоставить слово профессиональному Тамаде под ваш аплодисмент. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я профессиональный Тамада. Ну профессия у меня такая Тамада, понял, да? Свадьбу веду, как от зубов отскакивает. Песни, шутки, рыбовудки, короговорки. А у меня в детстве язык подвешенный. Только вот распух, распух, понимаешь? Сейчас ещё ничего, до этого вообще было, о, ничего, запручь, типа. На свадьбе бдених, бдених, бдурок, нажрался и говорит, хватит пить, пора гулять. Поехали, говорит, к моему деду на пасеку. Медку пососил. Я ему говорю, вы уже не сосались. А он говорит, ты ничего не понимаешь, мёд. Особенно в сотах. Это... 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 Прешня. Язык можно проглотить. Садись в машину, я сейчас невесту в лицо узнаю и поедем. Сели мы в какой-то тарантаж. Жених за рулем Говорит, доедем с ветерком Лобового стекла ж нету Чувствую веселье Подкатывается До паски доехали минуты за три Хотя туда три часа ехать Жених напрямки через лес Протаранил Нормально доехали У всех шишки в ушах Ёжики в карманах В задних У невесты в прическе Муравейник А мне полон рот хвои набилось Такое чувство Как будто борода внутрь растет Смотрю Ульи показались Я к жениху говорю Может все-таки не надо К пчелам в пьяном виде А мне говорят Ты что, я хоть пьяный Хоть трежет для них свой Я говорю Ну я-то не свой Он говорит Ты со мной Я у него спрашиваю А если пчела укусит Не смертельно? Он говорит Нет Если пчела А если пчелы Я говорю Деник, Деник, Деник Слушай, может я на всякий случай Меда в магазине куплю Он говорит Он говорит Комодав Что ты метился Как пингвин По цементу Сидел бы дома А то сам всех взбаламутил Не я же, говорит, меда захотел Я вообще не переваривал С прошлого года Пойдем Пчелы уже, наверное, Они спать легли Видишь, свет в ульях не горит И объясняют мне Значит так Снимаешь крышку с улья Вытаскиваешь самую смачную рамку Всех пчел с нее Ждуваешь И кушаешь И я ему говорю Деник, 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 Деник Может мы на всякий случай Сетчатые намордники наденем Он говорит Да кушать как? Да все пчелы меня знают в лицо Я говорю Ну меня-то не знают Он говорит Да я вас познакомлю Сейчас невесту разбудим Будем познакомиться Она тоже для них человек новый Думает, что пчелы Это такие Мухи в тельняшках Хотя ладно, пусть спит Баба на пасеке к несчастью Подходим к улью Деник прислушался Говорит Повезло Пчел дома нету Слышишь Не жужжат Я говорю Так они же вроде спят Он говорит Спали бы храпели Срывает крышку с улья Сует туда руку Мою И говорит Братишка Угощайся Я придурок Нащупал рамку Рамка зашевелилась И кто-то Мне под рукав Побежал кто-то Я руку отдернул Спичку зажег Глянул Молотом Е-мое Куча матерых пчел Лица серьезные И все на меня смотрят Я говорю Я говорю Деник Кажется Пчелы вернулись Он говорит Мать твою Наверное у них черный ход есть Я когда об этом услышал Спичку в улью уронил Такой гул поднялся Как будто Дебил играет на контрабасе Деник говорит Тамада Ты в детстве Штометровка За сколько бегал Я говорю Это что сейчас Так важно что ли За 10 секунд Он говорит Медленно Надо за 6 Отвлеки пчел Как-нибудь А я пока машину заведу Я говорю Как это отвлечь Он говорит Не знаю Ты Штомада Расскажи им Что-нибудь смешное Или спой Я придурок Как запою По привычке Свой свадебный Репертуар Вот этот Торре-барон 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 Смотрю Вдалеке фонарь зажегся Для них кричит Мы спасены Дед мой Идиот Сейчас он скажет Своим пчелам Фу Я думаю Слава богу А то же они на меня Набросились Ни за что Ни про что И кусают Знаете Не то чтобы до крови А как будто Делают иглоукалывание Всего лица С бальзамом Звездочка Фонарь приближается Вокруг фонаря Вырисовывается Здоровенный Бугай За них кричит Тамада Я прослушал Ты сто метров За сколько бегаешь Я говорю За шесть секунд Он говорит Медленно Надо за три Мы на чужую Пасеку Попали У меня Сердце Оборвалось И прям В штаны Упало Я глаза Зажмурил А отожмурить Уже не могу Это я видимо Сознание Потерял Потому что Потом Уже дома Голос Жениха Мне говорит Тамада А ты мне врал Стаметров Он за три Секунды Бегает Да я тебя На машине Догнать не мог Ты так Улепятывал Все дубы Вековые Лбом Пошивал В зеркало Посмотреть Хочешь? Я глаза Пальцами Разлепил Я мое Лицо Как у надувного Слоника Хотел В больницу Обратиться Да соседка Отсоветовала Говорит Что там В больнице Нищета Нормальных Медикаментов Нету Есть верное Народное Средство Лицо Надо Медом Помажет И все До свадьбы Заживет Желтые Пчелы А это Вот Фирменный Медок На здоровье Спасибо Спасибо Спасибо. Спасибо. Божья Матерь всё смотрит Вслед ушедшему мне. Божья Матерь всё смотрит Вслед ушедшему мне. Но я, забываясь на чужой стороне, В угол свой забиваясь, Вновь рыдаю во сне, Вновь крылом журавлиным Стрепнётся душа. Всё мне снится, Калина, Красная Шукшина. Всё мне снится, Калина, Красная Шукшина. Тихо сядет вечерять Мать с отцом и родня. Всем им хочется верить Всё лады у меня. И хорошая жёлка, И в квартирке уют. На чужой на сторонке В душу мне не плюют. На чужой на сторонке В душу мне не плюют. Но я, забываясь на чужой стороне, В угол свой забиваясь, Вновь рыдаю во сне, Вновь крылом журавлиным Стрепнётся душа. Всё мне снится, Калина, Красная Шукшина. Всё мне снится, Калина, Красная Шукшина. Я ушёл, я уехал От родных милых мест, От погоста, где вехай Покосившийся крест, Где не сжатой полоской В поле стелется грусть. Это край мой неброский, Это матушка Русь. Ах ты край мой неброский, Моя Родина Русь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Дорогие друзья, я приглашаю на сцену Автора этих Замечательных строк, На которые была написана Песня. Вы его все прекрасно знаете. Он автор многих-многих песен. И очень-очень красивых и популярных. Поэт Анатолий Поперечный. Итак, юбилейная Михаилу Евдокимову. А не послать ли нам гонца За пол-литровкой? А не свалять ли нам Мишаня Дурака? И с мордой красной Обманув ГАИ вселовка Рвануть на красный В баньку, полную парка. Там уж поддали Винокур и Орлозоров. Но в предбаннике Регина ждет с пипком. И ты с открытой душой И ясным взором Предстал пред всей Москвой Алтайским мужиком. Из родников Святых алтайских, Как шукшинты, Пьешь в воду серебро, Земли своей родной. И хоть уже достиг, Мой друг, Больших вершин ты, Но главный пик твой Все ж не за горой. И всю страну Душой самой окинув, Не просто байки нам плетешь ты, Старина. Эх, с легким паром Михаил наш, Евдокимов. Но коль ты здоров, Считай здоровая и страна. АПЛОДИСМЕНТЫ Это концертные туфли. Наконец-то юбиляра Поздравляет наша пара. Слов здесь сказано немало, Вот куплетов не хватало. Мы алтайские ребята С Евдокимова села, И по этому промишку, Ой, ой, Да что ой-то, Не складухи пропоем. АПЛОДИСМЕНТЫ С красной мордой он выходит, После бани каждый раз, И из-за его у нас в Алтае, Ой, ой, Да что ой-то, Красным знаменем зовут. АПЛОДИСМЕНТЫ Привозил он к нам в деревню, Из столицы свой аншлаг, И от смеха все девчонки, Ой, ой, Да что ой-то, В положенье до сих пор. АПЛОДИСМЕНТЫ Он у нас кино снимает, Про алтайских мужиков, Все теперь киноартисты, Ой, ой, Да что ой-то, Каждый пятый Джеки Чан. АПЛОДИСМЕНТЫ На эстрате Евдокимов, С бородою лишь один, От него услышать можно, Ой, ой, Да что ой-то, С бородою анекдот. АПЛОДИСМЕНТЫ Сорок пять ему сегодня, Мишка и ягодка опять, Мы куплеты петь кончаем, Ой, ой, Да что ой-то, Побежали в магазин. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ехал я как-то в поезде, в купе, Со мной еще два мужика ехали. Один говорит мне, Вот вы там с артистами, Наверное, и с Михаилом Евдокимовым знакомы. Я промесчиво сказал, Знаком. Он говорит, тогда давай выпьем. Я говорю, я не пью. Он говорит, как, за Евдокимовым выпить не будешь? Ну, я думаю, что лучше выпить, чем убьют-то. Ну, вот выпили мы за знакомство с Евдокимовым. Потом он говорит, ну, а вы знакомы, Наверное, разговариваете. Я говорю, вот как с вами? Они говорят, за это надо выпить. Выпили за это. А то мне говорит второй. А вы с ним, наверное, и выпиваете? Я говорю, да. Он говорит, за это надо обязательно выпить. Выпили мы за это, за то, за другое. Потом я заснул. Утром просыпаюсь, слышу, Один другому говорит про меня, Нет, не знаком он с Евдокимовым. Полтретьего вырубился. А Евдокимовские друзья, наверное, до утра пьют. Я просто глаза открыл, говорю, они спортсмены. Самое смешное, что женщина из третьего ряда на меня смотрит в бинокль. Интересно, что она там крупно видит? Потом дадите мне посмотреть. Петька, все, давай, говорит, икону украдем. Я говорю, а вдруг Бог накажет? Петь, говорит, посмотри на себя, ты и так же наказанный. В общем, спрятались в церкви, ждем, когда все уйдут, одна старушка не уходит. Стоит у иконы и господи, услышь, господи, услышь. Но Петька не выдержала, говорит, слышь, что тебе? Бабка на колени рухнула. И говорит, господи, вразуми, зять малобеспутного водку хлещет. Петь говорит, ладно, вразумлю. Иди домой, скажи, завязывай. Старушка говорит, где? Петь говорит, на шее. Старушка говорит, я спрашиваю, где ты, господи, я тебя не вижу. Тут Петьке совесть заговорила. И он говорит, не господи, а бабусь, а Петя. Старушка говорит, не уж ты, апостол Петр. Я думаю, так, мы икону никогда не украдем. Я говорю, бабушка, сейчас церковь закрывается. Или молитесь быстрее, или приходите завтра. Старушка совсем обалдела. Говорит, а это кто? Петь говорит, это так, друг мой. А старушка как раз у иконы святых Петра и Павла стояла. Она говорит, святая, мне пенсию побольше. Ну, на шаре мы в карманах мелочи кинули ей. Бабуся как услышала звон, сама у бомба пообрякнулась. Собрала деньги и не уходит. Петь говорит, ну что тебе еще? Старушка говорит, годочков бы скинуть. Петь говорит, сколько? Она говорит, пятьдесят. Петь говорит, хорошо, иди домой, девушка, тебя мама ждет. А бабка опять не уходит. Я спрашиваю, же тебе еще девица? Баба говорит, жениха. Петь кивает мне, выходи. Ну, я выхожу из столба. Бабка увидела, говорит, какой-то завалящий он. А паучи-то нету. Петь говорит, всех разобрали, надо было раньше приходить. Баба говорит, ну тогда я до утра подежурю. А утром первый в очереди буду. Петь кричит, какая еще очередь? Баба говорит, за женихами. Петь помолчал, говорит, на твое счастье еще один остался. И выходит сам. Морзь похмелья не бритая, а пухшая. А старушка говорит, это-то получше. И цап петь к под руку. И пошли они из церкви, как новобрачные. А я подумал, слава богу, что вместо иконы старушка взяли. Теперь хоть бог не накажет. Спасибо. Поздравляю вас всех с днем рождения Михаила Евдокимова. Виктор Коклюшкин. В палатке сказал мне хороший мой друг с веселым и хитрым смешком. Что точно проходит полярный круг под спальным моим мешком. И утром я шел всем ветрам вопреки. Тепло из мороза творил. И пламени синие васильки заждавшимся всем дарил. Я спал на полярном круге. Я брел сквозь дожди в юге. И словно дыхание подруги. Где шел я по трубам текло. К любимой моей России. К великой моей России. Продрогшей моей России. К великой моей России. К великой моей России. Продрогшей моей России тепло К любимой моей России, к великой моей России Продрогшей моей России тепло Да здравствуют все люди, которые осваивали, осваивают И будут осваивать севера нашей необъятной Родины Почетуем и уважением на долгие годы. Ура! Я спал на полярном круге, я брел сквозь дожди и вьюги И словно дыхание подруги, где шел я по трубам текло К любимой моей России, к великой моей России Продрогшей моей России тепло К любимой моей России, к великой моей России Продрогшей моей России тепло Я вам сейчас расскажу историю про Мишу Евдокинова Год назад мы были на... по Волге ездили с аншлагом Мы жили на теплоходе, а нас возили в два дворца культуры для выступления Вот едем мы на машине Волга, значит Миша сидит впереди, я сзади и слева шофер И открыто окно, а параллельным курсом идет Мерседес Едет, с открытым окном там сидит такой мужик Крепенький, как называется, новый русский, коротко стрижный И они так друг от друга поглядывают, поглядывают И вдруг у этого нового русского зазвонил телефон мобильный И Миша, видно, так решил подурачиться И говорит ему, если меня, меня нет Этот берет трубку и говорит, его нет Я до сих пор не знаю, то ли такой юморной мужик, то ли просто так от рождения такой Ну я вам сейчас расскажу, вот такая история про Смишу была Я думаю, с ним все время какие-то истории смешные происходят А я вам расскажу, как мы живем сейчас здесь, в Москве Я вообще не пойму, где мы живем сейчас То ли в Москве, то ли за границей У нас все же надписи, все теперь по-английски, все на иностранном, правильно? Всякие Макдональдс и Сникерс и Таппиксы, да? У нас теперь мэры, префекты, муниципалитеты Народу веселуха какая Тут один мужик у нас в гараже, после 500 грамм, без закуски Пробовал выговорить это слово Мацапацам Пацамацам Скорую вызывали Так у него челюсти заклинило Причем у нас, смотрите, у нас теперь каждый второй генеральный директор Каждый третий теперь президент Мы раньше в советские времена по вождям обогнали все африканские племена Сейчас по президенту весь мир обгоняем Встретил приятеля, он раньше сантехникой занимался Сейчас в Мерседесе, в смокинге Карточку мне визитную протягивает, думаю, что там может быть написано Ну в лучшем случае, главный сантехник города, да? Там написано Президент совместной российско-занебарской компании Офшорно-концерна концерна Консессионного типа Гальюна Инвест Интернейшнл Да лучше бы он меня послал куда-нибудь по-русски, я бы хоть все понял А он наоборот, он меня пригласил на презентацию первого в стране валютного туалета Открылся у нас такой в Москве валютный туалет Туда можно приходить только за валюту Презентация была все как следует, честь по чести Священник все это окропил, осветил Вдоль открытых кабин стоял шикарно накрытый стол И над писсуарами в мраморе были выгодны стихи Лермонтова Под ним струя святей лазури А когда вышли уже после этой презентации На стене уже кто-то написает Дай народу что поесть, сам найдет он где присесть А да че народ додумывается, чтоб деньги заработать У меня приятель стал продавать лягушек в Париж Уже через полгода построил на Рублевке шикарный коттедж Причем когда по Рублевке к нему едешь Ни одна лягушка не квакнет Один раз одна квакнул, я машину остановил Зашел за кусты, там сидит мент Квакает и штрафует всех, кто не по ложным месте остановился А какие у нас рестораны появились потрясающие Вы посмотрите, ведь у нас сейчас и африканские тебе И японские рестораны, и американские Причем в японском тебе дадут там мраморное мясо В африканском котлету из крокодила В американском, там, бифштекс из бизона И что самое интересное, вот все это богатство Делается из простых подмосковных хрюшек Нормально, да? А теперь посмотрите, казино у нас Казино у нас сейчас больше, чем в Америке Больше, чем в Лаксвегасе Тут из одного казино под утро вышли двое Один совсем голый, второй в трусах И этот, который голый, говорит второму Вася, я перед тобой преклоняюсь Как ты умеешь вовремя остановиться? А посмотрите, какие песни у нас сейчас замечательные Раньше какие песни пели? Там, ну какие-нибудь, на крылечке твоем Каждый вечер вдвоем, да? Я люблю, но об этом никто не узнает Сейчас что поют? Ты целуй меня везде, я ведь взрослый уже, да? Одна певица вышла, заголосила На острове Папайя, Уя, Ая Что это за Уя на этом острове? Почем там это Ая? Но больше всех мне нравится этот вот певец Модный такой, хороший певец Игорек Который раньше пел Подождем твою маму, подождем твою мать Помните, да? Сейчас у него другая песня со словами У них ноги от ушей, хоть шеринки, блин за шеей Я же ничего тут не выдумываю, не вру Одна певица пела Вот сейчас я попробую, процитирую У меня на плечах губ сожженных зола Это же ансвентом какой-то, правильно? А с этими песнями, может, одна только песня сравнится Которая нас мучили несколько лет назад Помните, с утра до вечера было Мальчик хочет тамбов, помните, да? С утра до вечера, мальчик хочет тамбов, мальчик Я думаю, все, чего он туда хочет так? Оказывается, у него чики-чики там Вот посмотрите, какая была пея Вот на днях рождения, что у нас пели раньше? Ну там, там, к сожалению, день рождения только раз в году, да? Сейчас всюду Happy birthday to you Ну мы американцы теперь Вы представляете, как это звучит? Happy birthday, Иван Матвеевич Загоруйка Happy birthday to you И еще вот это вот, вот это вот сейчас Все это, окей Все, ну опять, американцы все, окей Знаете, причем, ладно бы чуть-чуть английский язык знали То ведь кроме окей, по-английски только merci еще знают Больше ничего И еще вау, вау, это потрясающе Стоит такая фрося поддатая над лужей И кричит, а вау, плюхнулась туда И уже оттуда, окей Вроде у него все в порядке теперь, да? Теперь, смотрите, аферистов развело жуткое количество Какие раньше аферы были? Ну размешают сметану и кефир Вот тебе вся афера, правильно? Сейчас просто гениально На Олимпийском проспекте выставочный зал есть Вот тепло было Там объявили, что ближайшее воскресенье В этом выставочном зале состоится выставка дураков Ну билеты по 50 рублей, очередь на полкилометра В зал пускали по 100 человек Вот они входят в этот зал, а там ничего Только огромное зеркало во всю стену Они ходят, смотрят на себя, спрашивают А где же дураки? А там уже ни денег, ни устроителей, ничего И что самое интересное Ни один из этих вот, кто выходил О том, что он там видел, ничего очереди не рассказал Одно слово, наш дом, дур дом Аплодисменты Аплодисменты Не обижайте любимых упреками Бойтесь казаться любимым жестокими Очень ранимые Очень ранимые Наши любимые Очень ранимые Очень ранимые Наши любимые Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Ничью незримую, ничью незримую Наши любимые Ничью незримую, ничью незримую Наши любимые Пусть наша жизнь не течение плавное Только бы в ней было самое главное Сердцем хранимые Сердцем хранимые Наши любимые Наши любимые Сердцем хранимые Сердцем хранимые Наши любимые Очень хранимые Наши любимые Наши любимые Наши любимые Наши любимые Сердцем хранимые Сердцем хранимые Наши любимые Сердцем хранимые Певицы, красавицы Которых мы любили Если вам не нравится Наш солидный вид Знаете, что остались мы Такими же, как были Мудрая пословица Недаром говорит Сиди на бороду Овес в ребро И глаза все налево смотрят Не считай, девочка, мои года Старый конь борозды не испортит Сиди на бороду Овес в ребро И глаза все налево смотрят Не считай, девочка, мои года Старый конь борозды не испортит Старый конь еще хоть куда Вспомните, подруженьки Былые дни и ночки Нежные объятия Сладкий разговор А теперь тайком мы что-то Шепчем вашим дочкам Мы невиноваты Так ведется с давних пор Сиди на бороду Овес в ребро И глаза все налево смотрят Не считай, девочка, мои года Старый конь борозды не испортит Сиди на бороду Овес в ребро И глаза все налево смотрят Не считай, девочка, мои года Старый конь борозды не испортит Старый конь еще хоть куда Дай, да-да-да-дай, да-да-дай Дай, да-да-да-дай, да-дай Дай, да-да-да-дай, да-дай Дай, да-да-да-дай, да-дай Девицы, красавицы Целуем ваши ручки Если мы вас мучали Попробуйте прости Скоро подрастут у вас Хорошенькие внучки Будем с ними песни петь Научим их любить Сиди на бороду, а без ребро И глаза все налево смотрят Не считай, девочка, мои года Старый конь борозды не испортит Сиди на бороду, а без ребро И глаза все налево смотрят Не считай, девочка, мои года Старый конь борозды не испортит Старый конь еще кость куда Дай, да-да-да-да-да-дай Дай, да-да-да-да-дай Спасибо, Вишенька, мы желаем тебе такой седины в бороду, чтобы она никогда борозды не испортила. Спасибо, Вишенька, мы желаем тебе такой седины в бороду, ну, Валико, давай, ложись, кроватка, удобно, я тебе, дорогой, еще один сказочка расскажу про шапка. Угадай, какой цвет? Правильно, красный шапочка тебе расскажу. Детский такой, история для самый маленький возраст. Страшный такой, у тебя внутри пампер сухо? Погоди, сейчас мокро будет. Слушай, жил-бил один девчонка, красную шапку носил. Теплый такой, пушистый, из мех. Папаха, да. Только женский. Маленький такой папашка, из мех. Так ему и звали, красный папашка. Вдвоем они с мамой жил, без папа. Оба вместе разведенные сирота, называется. Совсем бедный, совсем все везде мало, ничто не хватает, деньги нет, вещи нет, только однокомнатная избушка без лифт. Но мука у них был. И вот однажды его красный папашка, мама, испек на печке очень большой лепешка. А красный папашка улица игрушка играл. И говорит ему, эй, папашка, засунь свои игрушки, знаешь куда? В ящик. Иди лучше для старой бабушки лепешка отнеси, а то уже давно умер, наверное. И красный папашка положил себе корзинку-лепешку и пошел босиком, потому что из обувь у него только зимние лыжи был. Идет себе по лесной тропинка, улыбается за обе щеки, веселая песня свистит. Вдруг раз, перестал идти, испугался, потому что большой какашка увидел. Наверное, медведь. А волк из-за пазуха кустов выходит и говорит, не бойся, красный папашка, это не медведь, это я. Пошутили. Испугать тебе хотел. А красный папашка говорит, ой, здравствуй, батоно-волк, давно тебя не видал. Где был, что делал, опять на турме сидел. А волк ему говорит, а ты-то сам что, опять контрабанда через границу бабушка лепешка несешь? Давай я тебе за один процент откусить, помощь хорошей сделаю. Эта тропинка пойду, чтобы пограничники отвлекать. А ты другой тропинка пойдешь, чтобы все нормально, без проблем, в натуре, чисто путем. подумал, красный папашка, чем бог послал, и согласился. И пошел по длинной тропинке, а волк зайцем на подвесной трамвайчик поехал, по коротке дорога, и обогнал. И бабушка избушка дверь тук-тук постучал. И он ему изнутри говорит, кто-кто теремочка стучит? Кто-кто, блин, нафиг, звонок на глаза не видит? А волк ему говорит, это не я, не волк, нет, это он, твой внучка, тебе пришел, вкусный, свежий, мясной лепешка с маком тебе ванильный принес. И бабушка ему говорит, а, ну тогда давай, дергай отсюда, вон туда, за веревочкой. Волк дернул, дверь открыл, зашел, бабушка из койка винул, между два хлеб положил, сом посолил, зелень позеленил и скушал. Весь ногами вперед. Эй, Валико, потрогай памперс, не страшно? Нет? Молодец, слушай дальше. Красный папашка, длинный тропинка, долго шел, устал совсем, девяносто два километра, большой лишний крюк делал, подселена, ползком. Потом, наконец, переходит. Звонок нажал, говорит, дзинь-дзинь, нет-то я, красный папашка, тебе родной внучка, гуманитарная помощь, принес. А волк хитрый, второй порция тоже хочет. Бабушкин койка лег, очки минус три надел и говорит, вай, какой сегодня хороший день. Самый мой любимый, тольстый внучка, пришел, лепешка принес, себя принес. Старый бабушка, с ложечка, немножечко покормить. Заходи, дорогой, ножка вытирай, щапочка, разувай, чай с тобой будем пить, с тобой с сахаром и с лимоном. А красный папашка говорит, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие волосатые руки? А волк ему говорит, это чтобы тепло, когда отопление отключает. А красный папашка говорит, бабушка, бабушка, а почему у тебя такие длинные уши? А волк ему говорит, это чтобы ты по телефону два раза не повторял. А красный папашка его спрашивает, слушай, бабушка, а вот это большой железный у тебя во рту это зубы или жалюзи? И как даст ему лепешком по голове? И убил. Нечаянно. Потому что долго шел, лепешка совсем черствый стал. И говорит посмертно, эй, батонов волк, это не ты, это я тебе раскусил. Потому что, мой бабушка, никогда грязные ботинка на койко ходить не лез. А бабушка и сдохлый волк говорит, а где здесь выход? А красный папашка говорит, не знаю, выходи откуда-нибудь. Бабушка откуда-нибудь вышел и говорит, если шкура сдадим, пятьсот рублей деньги будет. А сдохлый волк говорит, пять лет вам будет за незаконные охоты. А красный папашка говорит, молчи, а то в шкаф к мол тебе положу, хищный насекомый, птичка такой, через два дня весь лисый будешь лежать. А охотник пришел и говорит, на вам пятьсот рублей, дайте нам это волк. И забрали. За решетка зверский тюрьма сидит, зоопарт называется. А красный папашка с мамой в пекарне открыли, богатые стали, джип купили и замуж вышли. Сначала мама за мужичок с ноготок, потом красный папашка за мальчик с пальчик, а бабка за дед пихток. И стали они жить, поживать, нафиг всех посылать. Эй, Валейко, уснул? А ну-ка, дай-ка я посмотрю, сухой. Хм, надо же. А вот дети пошли, я, когда маленький слушал, всегда мокрый был. АПЛОДИСМЕНТЫ Погода в доме переменчива, то дождь, то солнышко опять. И только, только, только женщина должна погодой управлять. Погода в доме, в доме, в доме, погода в доме в твоём и моём. Она, как песенка в альбоме, от нас зависит, что мы запоём. Погода в доме переменчива, я советов не даю, а благодать с утра до вечера бывает разве что в раю. Погода в доме, в доме, в доме, погода в доме в твоём и моём. Она, как песенка в альбоме, от нас зависит, что мы запоём. Погода в доме переменчива, тепло вернётся, так и знай. И на другую опрометчива, своей любви не променяй. Погода в доме, в доме, в доме, погода в доме в твоём и моём. Она, как песенка в альбоме, от нас зависит, что мы запоём. Погода в доме, в доме, в доме, погода в доме в твоём и моём. Она, как песенка в альбоме, от нас зависит, что мы запоём. Присоединяйся. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Друзья мои, я... Мариса Долина. Два слова. Мы с Мишей достаточно давно знакомы, чтобы я могла позволить тебе сказать несколько слов. Это человек, который относится к той когорте людей надёжных. На него можно опереться, он хороший друг. Он чудный, ну, какой-то такой яркий самобытный артист, которых на нашей эстраде, ну, единицы. А для меня он самый лучший. Желаю тебе счастья и здоровья. Поздравляю тебя с юбилеем. Михаил Евдокимов. Спасибо, Лариса. Я хотел бы немножко грустную интонацию, может, вести. Точнее всего, не грустную, а тихую. Наверное, не по-русски, не по-христиански. Не по-нашему, не помнить о родителях. Я, к сожалению, не застал его отца, Сергея Васильевича, но я очень хорошо помню его маму, Анну Петровну. Замечательный юмор от отца, а теплота и тонкость ощущений, вибрации души его – это от мамы. Я бы хотел, Миша просил меня вспеть эту песню. Я редко позволяю, все-таки еще в сетке позволю. На стихи Николая Рубцова «Тихая моя родина». Тихая моя родина, Ивы река Соловьи. Мать моя здесь похоронена В детские годы мои. Яркой травою зарос, Тина теперь и болотина, Там, где купаться любил. Тихая моя родина, Я ничего не забыл. Школа моя деревянная, Время придет уезжать. Речка за мною туманная Будет бежать и бежать С каждой избою и тучью С громом готовым упасть. Я чувствую самую жгучую, Самую светлую связь. Где тот погост, Вы не видели, Сам я найти не смогу. Мне тихо ответили жители, Это на том берегу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр Михайлов. АПЛОДИСМЕНТЫ У мужика спрашивал меня, как здоровье? Че? АПЛОДИСМЕНТЫ не дышу, и всё равно на живого не похожий. Мне ж надо, сколько лет-то. Вот так. И я не знаю. Старый я, чтоб не пужать. Я мамонта, как тебе видал. Ага, никому не врал, тебе взялся врать. Вот ты какой особенный нашёлся. Говорю, мамонта, значит, мамонта настоящего с рогами. Почему на голове-то? В ротух. Ну, эти бивни, конечно, в три ряда. Все коренные. Это сейчас для вас, дикой мамонта увидел, все деревни бегут. Ой, мамонт пошёл, ой, мамонта. А в нашу юность, молодость, они вот такими кучами рыскали здесь. Хрен-то шитаж. Шитать не умели, потому что. А дикие были эти практикантропы. Не умели считать. До двух только. Когда охотились. Ну, на охоте-то два раза дубины промежу глаз ему. Хрёстнешь, он прыг упадёт на дорогу, лежит, шупальцами бьёшь, пыль подымает. А? Машина объезжает его. Ну, как шупальцами, хоботом? Конечно, чем ещё столь пыли подымешь? Не этим же. Не хвостом же. Ой, только сиди на пельмене с его лепи. А здоровые, Миша, пельмени получались семь кило. А у нас другой гирьки не было. Да вкусные! Да что ты! Бывало, придёшь с охоты, так в пешеру постучишься, мамонта им в окошку покажешь. Ох, они рады! Месяц целый пируют, жарят, парят, Андрич... Чё, говоришь? Чё, бабы? Чё, бабы? Размножались, конечно. Не то, что вы сидите, телевизор там смотрите под стеклом. Мы же делом занимались. Да ты чё, сынок? Да сколь детей было, никто не знает, где чьи. Своей зелёнкой помашешь, бывало так, чтоб не растерять-то. Ой! А ведь, если не мы тогда, хрен бы вам не население сейчас. Впятером баукались, по лесам ходили бы, если бы мы сверхплану не рожали. Скорых помощи не было ж тогда. Ну? Что сами, сынок? Всё сами. Одна рожает, другая складывает. Пацаны направо, девки налево. На охоту ушёл, вернулся, на каждую титьку по пятеро. Да дров вышел наколоть, вернулся, ещё четыре. Одни пешат, другие прыгают, третий курить начали. А я же не простой был у тебя, соплеменник-то, я же был, господи, этот, а, вождь, вождь. Конечно, у меня жён было, знаешь, школе, кольца некуда было одевать. Двадцать два кольца, одно без дела в комоде лежало. Бывало, с охоты придёшь, со всеми с ними в раз, как отдохнёшь, как они потом все в раз, родят. Ужас! В смысле благодать. Чё? Ты говори вот сюда, в эту уху-то. Ну, говори сюда, она, это целый, в гей пуля. Ну, как? Нет, сам запихнул. С войны, конечно, откуда она взялась-то? Ты вон какой маленький был, когда я уже с финнами воевал. В Вьетнаме. Говори тогда, в эту другую сюда. Я бывал, что, кстати, этот, у меня медалей-то школе, ты видал хоть раз? Я все в раз надену, Миша, земля не держит. Только на лыжах. Да. Мы бывало с этим, с Суворовым, Михаилом Кутузовичем-то. Бывало с ним, встретимся другой раз, на дискотеке. Он говорит, откуда у тебя, товарищ старший гусар, столько медалей? Всем же поровну начисляли. Ой, уважал, уважал, страшно. Чего? Ну, иди сюда, вот в эту уху говори, она больше. Ну, они слышат одинаково, понимают по-разному. Облет, при морозе. Восемь месяцев не спадат никак, опухло и все. Чего? Да нет, почему пьяный-то сразу? Ну, че ты, кто ж тебе зимой на рыбалке пить-то будет? прям, что попало, придумаешь? Это в серьезное дело рыбу ловить, динамиту. Мы перед рыбалкой выпили, конечно, а мы же не знали, что рыбачить будем. Просто костер развери на льду, погреться, чтоб, из ящиков. там с одной стороны только написано было. Серега первый прочитал, первый убежал, вон аж куды. Оттуда шумит, ложись. Мы легли, тут и я прочитал. Динамит, хана, стелите гроб, я спать пришел. Кто играет с динамитом, тот домой придет убитый, мог. Стихи прут, надо же. Ты для меня вот как этот конь с этими, что попало, говоришь-то, с крыльями. Пизас. Ну, конечно, как я увижу, стихи сочиняются сами. Вот, я еще тогда Сереге Кривому, он тогда еще прямой был, а хотел еще сказать, почему, откуда взялось-то столько, пусты же вроде ящики были, я говорю, это же, нас сейчас, говорю, с троих мушкетеров, семерых гнобов и сделает, это же, это же сейчас ледоход пополам с рыбой будет, это же, это же с каких-то каких яиц нам такая радость-то вылупилась. Зачем я так долго говорил, дурак, лучше бы на корячках отполз куда-то и подальше. Ой, как она шваркнула, как она, Мишечка ты мой, хренанула, как меня вверх кармашками подбросила, да сплюшила всего, чуть форму содержанием не замарал. Да и как все сверху обеими полушариями облет-то, че ты же? Ой, матерь божья, на кого похожи я, губы рваны, нос толченый, брюки нахрен промоченые, носки грудные, жесткие кнутые, крыльи валенки обутые, на дворе трава, на треле дрован, дровяк, бровяк, драные братва, ах, ого, о, стихий пруд, надо же, ну записывай, что ли, за мной, так а поэзия пропадает. Да нет, сильно не покалечила, так из ненужного подрывала кое-что. Борода пострадала, конечно, жалко, хорошая была, длинная, от отца осталась, в смысле, у него такая же была. Ой, Миша, да я же после этой рыбалки-то, слушай, я же в больницу загремел, а там доктора все в отпуску, медсестра не понимать ни хрена, прям мне с порога, не понимаю я ни хрена, то ли живой, то ли мертвый. Я говорю, да ты что говоришь-то, если бы я был мертвый, разве бы я тебя щипал, и сам щипал ее за мясо, так-то тихонько, чтобы узнать, живой я или нет. Она в крик, а там-то в соседней палате-то участковый лежал, голый. Дружили они с им, организмами. Да забегает мне в палату, и как свистит мне это, ну, свисток-то свой. Ой, я с острыху, с этой скаталки-то, бряк, и прям на весы смотрю, 64 кило, а где еще 22, говорю, сволочи, вон рукоятками, а? Че? Че, говоришь? Я с тобой как с рыбы, разговариваю, ты губами шевелишь, я ничего не слышу. Иди обратно, судыка, в эту уху-то. Скажи, там ваты меньше. Ну как, ты же окна на зиму затыкаешь ватой? Ну, а я окна и ухи, чтобы ни в тени в другие не дуло. О, чтоб сопливые простуды, ни туда, ни оттуда. Ничего себе стихи. Ага. Ладно, ну тебя, пойду я. Она же у меня не кормлена стоит в сарае. Кто, кто? Старуха моя, кто? Да, понимаешь, пошла козетать, и дверь заклинула. А я тяну, не могу вытянуть, она там бьется, бьется внутри-то, как голубь старый все крылья погнула. Я пошел за Серегой, за кузнецом позвать. Вот ты мне тут заболтал, посеред дело. Ходишь, артист, хоть прятайся с тебя, чтоб у людей время отымать. И ля-ля-ля-ля-ля-ля, балагур. Слушай, а может пока моя в запертях порадуемся сегодня? У меня есть три литра хорошие, а на кедровых орешках, правда, с мышиным пополам. Не будешь? Ну, правильно все, не каждый день нам с тобой с крыльца падать. А с кем мы упали? Не с тобой, разве? О! Надо что-то делать, или эту слаб же гнать, или крыльцо пониже. Как я могу, не помню с кем еще. Ладно, Серега придет, он откроет, он здоровый, спортсмен. У его рубаха, Миша, если не застегивает на твою машину как раз. Одним пальцем на пианино четыре клавиши жмет. Откроет, что ему. Ой, а сейчас своей-то скажу, что тебя встренул-то. Рада будет. М-м-м. Ешь же еще долго там сидеть. Пока Серегу найду, пока потом сын сарай мой найдем. Он же гостеприимный тоже, Серега-то. Так что давай, приедешь, заходи. Рады будем. Может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 О, а я вам подыграю! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Холостяцко, ах, кто роду, Любить пиво, як выгоду, Эх, почутя усавируха, В усном хмельно, в усном сухо. Рай на краю веселость, К счастье кожная гость, Эх, почутя у миражи, Раз один и хлопцы жить. При беседе, при столе, Веселости усим стае. Пейте пиво, мужики, Час такие и век такие, Век такие и час такие, Пейте пиво, мужики. Молодец, кого кто роду, Любить пиво, як выгоду, Эх, почутя усавируха, В усном хмельно, в усном сухо. В сердцах умелись молодость, В счастье кожная гость, Эх, почутя у миражи, Раз один и хлопцы жить. При беседе, при столе, Веселостью симстое. Пейте пиво, мужики, Час-таки и век-таки. Век-таки и час-таки, Пейте пиво, мужики. Пейте пиво, мужики. Край на краю веселость, К счастью кожная гость. Эх, почутся в мираже, раз один и хлопцы жить При баседе, при стальне, веселости усим стоять Пейте пиво, мужики, час таки и век таки Пейте пиво, мужики, час таки и век таки Пейте пиво, мужики! На-на-най. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЧТО, БРИ! Все, БРИ mistake! ПИхеил Юдакимов! Наш барабанчик! Пишите! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А что, Блоков, ты глади манжеты, я нашила новые. Почему в неглаженных колготах опять пришлась туда? Ты добишься, катай, ну что такое? Я вообще без колготков. Ба, это у тебя кожа. Ба, да с начосом. Вот подарок есть, а что подарить у тебя есть ли? Ну что, я ему могу подарить, кроме радикулицового. Видала? А что у тебя такое? Вот именно, чего. Давишь, когда шла по коридору, Андрюшу Макаревичу встретила. Он говорит, ежели на дне рождения у Миши будете, пожалуйста, поздравьте от меня. Вон что? Свеженький текст. Да ты что? Да, смачный. Ну а какой же смачный вообще. Давай попробуем. Видала? Ага, сейчас. Ты готова, я? Сейчас, сейчас, погоди, секунду. Давай. Поехали. Вот человек-то. Держи, чтоб видала я. Лицам в зале, как открытки, Видим мы на них улыбки, Видим сотни Мишкиных друзей. Как и сотни тысячи! Он сегодня отдыхает, День рождения справляет свой, Пока не громкий юбилей. Мальчишкой, чтоб за ноги, куда ему. Юмористы, музыканты и различные таланты, Ну и мы, чей вид внушает страх, Аба! Ну некоторым внушает, что уж. И шифрины Степаненко, И Серега Тропотенко нынче Носит мишку на руках. Ах, да чего ж порой обидно, Что здесь Райкина не видно. Вверх и в темноту Уходит нить. Но на этом представлении Вам поднимем настроение, Будем вместе с Мишкой Высмешить. Ой-ой-ой! Но на этом представлении Вам поднимем настроение, Будем вместе с Мишкой И вас смешить. Чего ты расплакаешь? Чего расплакаешь? Чего раздражаешь? Ну что, лишь чувство брызгали! А-а-а, слезу выдавило, да? Вон чего. Не то, что ты деревяшка деревянная. А ты спой. Здесь не помогай. И спою. Давай, давай. И без тебя. И спою. Давай. В поле колосила сорож Ты со мной, Матрона, пойдешь Мы пойдем, Матрин По полю вдвоем Мы с тобой вдвоем По полю пойдем Ведь я как челка дружусь Я кручусь и верчусь Я подбеспечиваю уют А ты ходишь тут Подвлекаешь тут Вообще не знаю, как тебя зовут Лишня, лишня Всюду я лишня Ты лишня Как таракан Или колорад Сединой Покрылась излишне Излишне А кто же в этом виноват? Как ты могла подруга моя Ближе тебя ведь нету меня Завтра тебя поставят в музей Будешь стоять Среди лучших друзей И только мы Только мы будем рядом Мы будем рядом Во все времена Ты помани Помани меня взглядом И я останусь Вечно верна Две старушки Милые клюшки А за окошком И дед Ну тут все шутят Все смеются Я считаю, что юбилей Я тоже проходил Ты правда не пришел на мой юбилей Но началась Ну конечно Вот поэтому все дело серьезное Я У меня короткая Историческая справка История любого государства Особенно российского Есть история Определяющих ее людей Которые являясь Рупором эпохи Умудряются быть Лицом Нации Лев Дуров Полное собрание сочинений Том 3 Страница 219 АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше я пишу Так Лицо нации Должно соответствовать Следующим требованиям Нищая Босоногое Деревенское детство Патологическая тяга К прекрасному Красота Внешнего Облика Имя Рупора эпохи Обязательно должно быть Михаил Например Михаил Ломоносов Михаил Кутузов Михаил Сергеевич Горбачев И венец этого Блестящего списка Михаил Сергеевич Евдокимов АПЛОДИСМЕНТЫ Миша Спасибо Твое здоровье АПЛОДИСМЕНТЫ Все ребята в этом списке начинали одинаково. Лапти, телеги, комбайны, потом пересели в кареты, в мерседесы. Это называется прогрессом. А теперь самое главное. Музыкальный фон. Нет, Миша, не будет фанфаров, не будет гобоев, не будет пианинов, а будет твое любимое. Одни барабаны. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...